Всем добрый день! Я самый нестрашный проктолог из города Пермь и сегодня я с вами хочу поговорить на такой очень скользкую тему. Мне это сложно сделать, потому что я на самом деле не владею какими-либо народными средствами лечения геморроя, но рассказать про то, как вылечить геморрой без операции, мне все-таки очень хочется. Потому что я понимаю, что большинство смотрящих это видео к проктологу не загнать практически никакими плюшками. Поэтому давайте поговорим на серьезном доказательном уровне. Почему вообще эта тема актуальна? Потому что в районе половины пациентов из всех вообще приходящих на прием к проктологу страдают геморроем в различных его проявлениях. Ну это очень много. И по некоторой статистике считается, что примерно четверть всех пациентов, вообще четверть всех людей, у которых в мире есть геморрой, доходит до врача. И не факт, что до врача-проктолога. До проктолога доходит еще меньше, особенно учитывая, что врачей-проктологов, ну по крайней мере у нас в стране, гораздо меньше. Тем, допустим, врачей-хирургов или врачей-терапевтов. Надо понимать, что вот такая распространенность заболевания, она естественно вызывает какие-то шаманские методы лечения. Почему страшно идти к проктологу? Потому что все говорят, что это больно. Стыд это полбеды. Самое главное, что это больно. Осмотр проктолога больно. Трубу будут пихать в прямую кишку. Больно. Операция на геморрой. Ужас, какая боль. Друганы рассказывали, прямо вешались. Не могли терпеть такую тяжелую боль. И все вот это создает вот этот самый дополнительный антураж и заставляет пациентов искать какие-то методы лечения без операции. Ну и на самом деле, если геморрой не зашел далеко, если геморрой не запущенный, если узлы еще не с мой кулак размером, то действительно геморрой можно вылечить консервативно без операции. Я вам больше того скажу. Вот из этой половины пациентов с геморроем, которые приходят ко мне на прием, как к врачу-проктологу, примерно половину можно вылечить всего лишь коррекцией образа жизни и консервативным лечением, направленным на снятие вот этого обострения, которое у них появилось. Особенно, если это появилось первый раз в жизни. Мне очень сложно про это рассказывать, потому что у меня есть целое видео, как правильно какать. И под ним достаточно много есть негативных комментариев, что это все полная фигня и это вообще не работает. Но тем не менее, если соблюдать все вот эти мои рекомендации и вылечить свое первое обострение при помощи свечей и мазей, можно продолжить дальше жить нормальной жизнью, просто чуть-чуть поменяв свой какой-то привычный, не знаю, ритуал похода в туалет, например. Но делать это не хочется и я очень понимаю, что вы хотите прямо вот сейчас, чтобы я назвал супер свечу, супер мазь, так вот вжух и геморрой исчез без операции. Хочу вас очень сильно расстроить, но не бывает так. Уважаемые слушатели, уважаемые подписчики, дорогие мои, не бывает. Геморрой, лечение геморрой – это большая работа, работа врача, работа пациента. Причем есть такая интересная штука, что на самом деле здоровье пациента от медицины зависит всего на 10%. Все остальное – это то, что может сам дать пациент для этого здоровья. Так вот, касаемо геморроя, процент медицины как раз-таки процентов 10. Да, я могу убрать геморройдальные узлы. Да, я могу назначить свечки, которые уменьшат воспаление в прямой кишке. Но если при этом пациент продолжит, я не знаю, например, пальцем ковырять себе прямую кишку после похода в туалет, но никогда в жизни у него геморрой не пройдет от моих свечей и от моих мазей. Поэтому для лечения геморроя очень важен образ жизни. Очень важно правильное питание, потому что геморрой – это симптом. Симптом такого состояния, как, например, нарушение пищеварения выше. Про это на самом деле никто не смотрит. Я когда пациентов на приеме спрашиваю, как они питаются, что они едят, есть ли у них какие-то болезни со стороны желудка, поджелудочной железы. Всегда очень большая часть пациентов делает на меня большие круглые глаза и говорит, а вам-то это зачем? Я вам пришел прямую кишку показывать, а вы зачем спрашиваете меня про желудок, например? Это все очень просто, потому что нарушение работы органов пищеварения как раз-таки могут приводить к развитию геморроя. И если мы не устраним болезнь вот этих вот органов пищеварения, соответственно, и геморрой у нас тоже не пройдет. Ну, факторы риска не уйдут, понимаете? Кстати, я даже сделал гайд для пациентов по изменению образа жизни при геморрое, который поможет на самом деле в несколько шагов очень легко поменять свой образ жизни, изменить ритуал похода в туалет. И найти этот гайд можно по ссылке в описании к этому видео. Касаемо лекарств все тоже с одной стороны просто, с другой стороны сложно. А вы выбираете для себя две вещи. Первое. Вы никогда не идете к проктологу, пытаетесь лечиться самостоятельно, но в этом случае нужно обязательно разобраться, какие же лекарственные средства и для чего вы применяете в прямую кишку. Во втором случае все-таки вы идете к проктологу, и тут уже врач-проктолог отвечает за то, какие препараты он вам назначает. Не лишнее, кстати, у врача спросить, извините, а вот это зачем? А вот это зачем? И вот это зачем? А не просто так сказать, ну вот вы написали, пошел делать. На самом деле бывает такая ситуация, что не каждый препарат правильно назначен врачом. Но разбирать мне эту ситуацию на самом деле не хочется. Теперь смотрите, про выбор лекарства. Мы всегда ориентируемся на преобладающую жалобу, то есть что у пациента беспокоит в момент обращения, вообще в момент, когда он задумался о том, что надо ему чем-то полечиться. И жалоб бывает, ну в основном четыре, то есть это боль, это что-то вылезло, это кровотечение и это запор. Соответственно, когда вы приходите в аптеку за свечками, вы должны говорить, не дайте мне свечку от геморроя, а дайте мне свечку от того, что у меня что-то вылезло и болит. Также нужно понимать, что если вылезло наружу, соответственно, нужно мазать снаружи. Если болит внутри, соответственно, нужно ставить свечки внутрь. Тоже мне кажется это очень логично. Самый простой способ сказать, что мне ничего не помогает, это, например, при боли мы использовали с вами препарат для лечения кровотечений. Или наоборот, при кровотечении мы пытались использовать гормональные препараты, которые снимают воспаление и боль. Так не бывает, это не работает, конечно, это не поможет. Как найти себе лучшего врача-практолога? Очень просто. Откройте сайты отзывиков. Посмотрите там, что за врач-практолог, какие на него есть отзывы, есть ли у него там фотографии. И самое главное, вы можете поискать вашего врача в соцсетях. Лично я для этого и веду социальные сети, чтобы меня могли посмотреть пациенты, со мной заочно познакомиться и прийти ко мне на прием уже осознанно. Сейчас модно все делать осознанно. То есть, приходи ко мне на прием, быть готовыми к тому, что я буду сейчас вот это рассказывать. Примерно то же самое, что я рассказываю в социальных сетях. И поверьте мне, такие пациенты лечатся гораздо лучше. И на самом деле уже приходят полностью готовые на осмотр и ожидают уже от врача чего-то конкретного. Это уже формируется некоторая потребность. И на самом деле кажется, что с этим врачом вы знакомы и гораздо проще прийти к такому врачу на прием, за которым вы какое-то время посмотрели. У меня были пациенты, которые за мной смотрели несколько лет перед тем, как прийти ко мне на прием. Это прямо очень круто. И в это время я всегда думаю, что не зря я веду блоги. Сегодня мы лечим геморрой, исходя из двух критерий. Первый – это насколько он вообще беспокоит пациента. И второе – насколько он вообще запущенный. И в следующих пунктах я вам хочу рассказать те признаки, что ваше самолечение не помогает и нужно бежать к врачу-проктологу. При этом совершенно не важно, чем вы лечились. Нормальными препаратами или советами из интернета или различными народными способами. Критерий первый – обострение геморроя, например, кровотечение, как минимум раз в месяц. Это очень часто. У некоторых пациентов бывает несколько раз в месяц, и они боятся идти к проктологу. Ребят, значит, вот если вот такая ситуация, то к проктологу надо идти обязательно. Это очень частое обострение, и оно может привести даже к угрозе жизни. Следующий критерий – это ваши мысли постоянно заняты геморроем. Вы постоянно об этом думаете, он вас постоянно беспокоит. 24 на 7 – это такая штука, которая может создать приличную депрессию. Сейчас модно ходить к психологам, но вот в этой ситуации лучше сходить к проктологу. Проктолог вас способен избавить от страхов, а также избавить от геморроя, помочь вам его полечить. Следующий критерий – вы строите свои жизненные планы, исходя из геморроя. То есть геморрой может настолько мощно ворваться в вашу жизнь, что испортить вам какие-либо планы. Например, семейный, например, отпуск. Если это так, то лучше также обратиться к ворчу-проктологу. Следующий критерий – наличие геморроя настолько бесит, что постоянно хочется его с кем-то обсудить. Но при этом обсуждать его совершенно не хочется. Но в этом случае тоже нужно сходить к проктологу, потому что в данной ситуации геморрой все-таки такая остро-социальная болезнь, которая очень сильно влияет на впечатление пациента. Ну и, как мне кажется, один из самых главных критериев, который поможет не просто выбрать себе поход к врачу, но и даже решиться на оперативное лечение – это посчитайте деньги, которые вы тратите на лечение геморроя в год. И если эта сумма сопоставима со средней стоимостью операции у вас в регионе, то пора уже все-таки обратиться к врачу и сэкономить себе на дальнейшую жизнь кучу денег. Далее. Мы все боимся проктолога. Мы боимся проктолога, потому что это больно, потому что это страшно. Но современная проктология позволяет лечить геморрой мини-инвазивно. Иногда некоторые манипуляции делаются прямо тут же в кабинете, и даже без какого-либо такого сильного обезболивания, потому что они не больные. И, скорее всего, если геморрой у вас только появился, и есть какие-то начальные симптомы, то врач отдаст предпочтение именно вот этим мини-инвазивным методикам. Они реально классные, они реально помогают. При этом они совершенно не страшные и не требуют какой-то очень долгого восстановления. Называется офисная хирургия. Почему так называется? Потому что человек может прийти в обеденный перерыв, сделать себе какую-то манипуляцию по лечению геморроя и идти обратно в офис работать. К сожалению, сегодня врачей-проктологов не так много, и пациентов доходит с геморроем до врача-проктолога тоже не так много. Хотелось бы, чтобы число людей, перестающих страдать от геморроя в какой-то определенный период, было гораздо больше. Я для этого веду мои социальные сети. И надеюсь, что вот это видео поможет вам сделать правильный выбор и все-таки поверить в то, что геморрой можно вылечить без операции, но только специальными способами, эффективность которых очень хорошо доказана. Удачи вам, до новых встреч, желаю вам счастья и приходите к проктологу только в плановом порядке. Продолжение следует...